Ребята, всем привет! Решила поговорить с вами сегодня тихим голосом, не шепотом. Заварила чаёк с яблоками и поделюсь с вами одной новостью, своим решением. Я долгое время принимала решение, что же всё-таки мне делать. Тут луна отвлекается. И это решение далось мне непросто. В общем, мне пришлось на это решиться, и, конечно же, это волнительно поделиться с вами таким решением. Вы знаете, я уже выпускала такое видео, что у меня сейчас начался новый период, моё становление, новые личности и так далее. Моя трансформация, я сейчас активно над этим работаю, активно занимаюсь, обучаюсь. То есть, прихожу различные марафоны и читаю книги, то есть, очень-очень много всего. И, конечно же, это дало свой результат, и я начала себя лучше услышать, лучше в себе разбираться и понимать, какие истинные желания, а какие навязанные и так далее. И в какой-то момент я поняла, что блог, АСМР-канал, именно АСМР-канал и Твич-стримы меня немного уже останавливают. Это мой потолок, который я хочу преодолеть. То есть, это те занятия, которые мне не дают дальше развиваться, они забирают моё время. Потому что, хоть я, допустим, редко выкладываю видео, но я об этом думаю. А там, где мысли, там и результаты, как говорится, там весь фокус внимания, и там энергия, туда даётся энергия. И, в целом, я понимаю, что в будущем я не смогу развиваться в этом направлении, именно в АСМР-сообществе. То есть, я не смогу вести этот АСМР-канал, потому что у меня будет много работы. Много работы, которую я планирую, это и коучинг, и другие проекты, которыми я хочу заниматься, для которого мне нужны деньги и всё прочее. То есть, у меня свои цели, свои желания, своя жизнь, как говорится. И немножко АСМР-канал не соответствует вот этому моему пути дальше. То есть, всё имеет свойство заканчиваться, и АСМР-канал, и Твич-стримы, это для меня был такой период. И сейчас я хочу в конце года уже с вами точно попрощаться. Возможно, это видео не последнее на этом канале. Возможно, ещё что-то повыкладываю эти два месяца, потому что ещё ноябрь-декабрь. Но следующий год хочу начать именно, знаете, как для себя, для самой себя. Хочу следующий год начать без тех занятий, которые меня сейчас вот пока останавливают. Мне нравится снимать видео, мне нравится общаться со своей аудиторией. Те люди, которые, так скажем, такое уютное сообщество. И я не хочу бросать снимать видео, но я уже не буду делать это в АСМР-формате. Это будет другой канал, и это будет больше как хобби. То есть, есть у меня время или нет у меня времени, независимо от того, ждёт меня аудитория или нет. То есть, снимать видео только лишь для себя и для какой-то своей уютной компании, которые ждут, да, допустим, следят за моей жизнью. Да, многие там писали, ты мой личный психолог, ну, разные вдохновляющие слова писали, спасибо вам большое. И для этих людей, да, какую-то деятельность вести. То есть, есть такая возможность следить за моей жизнью. Я буду какие-то видео выкладывать, но уже вот в таком формате это будет другой канал. А этот канал, я не знаю пока, что я с ним делать. Пусть он пока будет. Возможно, что-то ещё засниму на этот канал за эти два месяца. Не знаю, уже по вдохновению, потому что у меня сейчас очень много времени и сил, энергии тратится на обучение. Мне нужно получить сертификат. Мне нужно сдать экзамен. Мне нужна практика, то есть у меня вот сейчас восемь клиентов, и на это всё время уходит. То есть, допустим, если у меня четыре консультации в день, то это четыре часа. Плюс ещё обучение около восеми часов и всё остальное. То есть, не знаю, это такой период. Период заканчивается, и мой переходный период, я помню, как в самом начале, когда я СМР-канал только создала, мне что-то писали наподобие. Зачем ты так столько много видео делаешь? Да вообще, зачем ты этим занимаешься? Я говорила, ребят, я этим занимаюсь, ну, потому что это такое вот что-то новое. Любое занятие меня всегда приводит к новому занятию, которое мне больше нравится, то есть, которое меня больше вдохновляет и так далее. В общем, всему приходит конец, как говорится, любому периоду жизни, и мне хочется развиваться дальше. Это нелегко, потому что это моя зона комфорта, и я понимаю, почему, собственно, я приняла это решение, потому что это моя зона комфорта. Я не могу так просто взять и распрощаться с Ютубом, которым я там 4 года просто вкладывала силы, вела этот канал, Твич я вела тоже 4 года, там чуть ли не каждый день стримы были, и много-много всего, сколько людей приходило, сколько уходило и так далее. Это как бы мой уже дом, домик такой. Но, как говорится, в этом домике мне уже немного тесно жить. Не знаю, понимаете вы меня или нет, но мне становится уже как-то не особо комфортно, хоть и ты понимаешь, что дальше будет сложно, дальше будут сложности, потому что это все-таки новый период, и всегда есть свои страхи, опасения, сомнения, есть какие-то препятствия, то есть, ну, различные препятствия, то есть нельзя просто взять и там начать работать, там, ты пришел в компанию, ты в любом случае проходишь в обучение, какой-то испытательный срок и так далее. Но я в компании не буду работать, я просто это в пример привела. Вот. И для меня это новая жизнь, важно, что будет там. Мне уже нужно это, и я поняла, что в какой-то степени это меня даже уже ограничивает. И твич-стримы тоже пока эти два месяца не будут. Возможно, не так часто, как раньше, но они будут. Но уже в следующем году я даю себе обещание, что я заканчиваю твич-карьеру, карьеру, и твич-стримы, и ASMR-youtube-канал. У меня будет обычный ютуб-канал для хобби, повторюсь. Это больше так, знаете, например, какая-нибудь посылочка будет, там, распаковать. Я это люблю. Распаковки, и люблю это выкладывать, монтировать. Какие-то влоги интересные. И, может быть, куда-то поеду. Вот, кстати, монтирую влог из Львова, но он такой больше любительский. И какие-то такие моменты. Так что те, кто уже меня полюбил очень сильно, такие есть, я знаю. Люди, которые мне пишут, следят за мной. Я от вас никуда не убегаю. И, ну, это, знаете, как, типа, я заканчиваю интернет-карьеру. Нет. Всего лишь ASMR-канал. И, к сожалению, не могу, у меня сейчас нет условий. Ну, если бы еще у меня были условия для этого, возможно, я бы подумала. Но у меня сейчас нет условий записывать ASMR-видео. это, ну, я живу не одна, и это огромное, вот, ну, это расписание других людей, и под которые я не могу подстроиться. Потому что... Потому что занимает время, это все занимает время, энергию. В какой-то момент, ну, я не знаю, как это объяснить, но ты можешь подстроить, да, свою жизнь так. Вот, допустим, просыпался там в 5 утра, надо краситься, записать видео, что-то там быстрее. А потом сидеть, обучаться, и, ну, а для чего? То есть ты начинаешь понимать, что это... Это немножко не твое уже. То есть я вот себе представляю, что у меня ASMR-канал, миллион подписчиков, и я должна делать определенный контент, типа там вот такой... Ну, я просто... Мне это не очень интересно уже. В какой-то степени ASMR для меня было способом самовыражения, и сейчас вот это видео, оно больше такое не ASMR-ное, а таким голосом, уже, знаете, не шепотом, это как такой символизм, типа начиналось шепот, а такая... такая тихая... тихая мышка, а заканчивала как бы... Такая, знаете, трансформация, заканчивала уже таким полным голосом. Возможно, не таким уверенным, но... Ну, таким тихим, уже в полголоса. Вот. Это такая, знаете, символическая трансформация, возможно. Ну да, в какой-то момент для меня ASMR был способом совыражения. Мне было так легче доносить свои мысли, показывать, что-то рассказывать, потому что у меня была огромная проблема с общением, с выражением себя. Огромнейшая проблема. Я боялась, стеснялась, там, не знаю, скромничала. У меня вообще дикая, ну, было отражение вообще вот там... хоть я провела всю жизнь, можно сказать, свою на сцене, то есть я, ну, музыкантка, у которого там постоянно какие-то концерты, конкурсы, какие-то выступления, мероприятия, то есть ты постоянно на сцене. Но это одно, это сцена. Ты выходишь, ты это делаешь. Но в жизни, типа, ты остаешься таким каким-то скромным. Вот у меня там больше такое было, что я не могла выразить свои мысли, рассказать о себе, ну, как полным, да, таким громким голосом. тогда все равно у меня была такая потребность. И вот с таких маленьких моментов, так скажем, с такого вот ASMR-контента, ну, это круто на самом деле, что у меня была такая возможность все это понять, осознать, весь этот опыт прожить, это очень классно. Это, конечно, было не мое в плане ASMR-канала, типа, ролевые, там, трикеры какие-то, но я это делала, потому что меня просили и так далее. Это было тоже интересно. Спасибо, кто меня поддерживал, спасибо, вот, Лёше, спасибо большое, потому что я всегда, этот человек меня поддерживал и всегда способствовал, так сказать, развитию и поддерживал всякие вот такие идеи, там, коучинг и так далее. Вот, и у меня такое сообщение, мне сообщение о комментарии пришло, типа, в YouTube, что, почему ты, как так, ты не уважаешь своих подписчиков, ты не выкладываешь видео, тебя подписчики поддерживают, типа, деньгами, а ты видео не выкладываешь. Я хотела бы прояснить, чтобы этому человеку не было так обидно, то, что поддерживали меня благодаря Twitch-стримам, я уже два с половиной года не стримлю ASMR, да, это были такие, ну, случаи, такие редкие случаи на YouTube, или так получалось, он переходил в ASMR, в ASMR-шоп, это просто, потому что все спали в этот момент, но, в целом, я уже два с половиной года не стримлю ASMR, и поддерживали меня только от запусков стримов, так просто, от того, что я вела канал, вот уже там где-то два с половиной года, так просто, мне никаких донатов не прилетало, то есть, нет таких людей, которые меня поддерживали, типа, вот, ты должна делать видосики, вот тебе деньги, пожалуйста, делай, и я такая, ну, извините, не буду я делать, на деньги я там принимаю, ну, такого не было, честно скажу, если кто поддерживал, поддерживал просто искренне, благодарил меня за то, что я, то, что я там здесь делала, уже благодарили, но два с половиной года никаких донатов не было, то, чтобы вам не было так обидно, что я заканчиваю, и все донаты, которые я собирала, поддержка была на твич-стримах, то есть, на твиче, и все, что там, микрофон, да, допустим, компьютер, телефон, все, что мне для асмр ютуба, это поддержка была с твич-стримов, и в основном эта поддержка была от Леши, пицца с колой очень тоже мне поддерживала, это там с девятнадцатого года, с конца девятнадцатого года, вот, а так, это тоже такой острый вопрос по поводу поддержки, потому что мне уже самой, ну, развития особого нет в каналах, допустим, мне уже сама как-то неудобно там перед Лешей, допустим, понимая, что мне нужны деньги, это в какой-то момент это было моим заработком, то есть, это единственное, то, чем я занималась, стримы, твич-стримы, то, чем я занималась постоянно, то есть, я ими жила, утром просыпалась, не знаю, короче, полночи там стримила, допустим, ну, разные были случаи, то есть, я постоянно стримила, да, какие-то, может, у меня были перерывы, там, допустим, несколько дней или недели, но в основном я стримила, и что я хотела сказать, я уже забыла, сейчас вспомню, и мне уже как-то самой неудобно, то, что вроде как и деньги нужны и только у него что поддерживает, я вижу, что развития у блога нет, у твич-стримов и у смр-контента тоже особенного такого, которое вдохновляет, потому что это на самом деле очень давит, но, повторюсь, это не причина, то, что я бросила, это как-то такой, знаете, бонус, типа, что если бы еще что-то, я бы еще пересмотрела, но это как бы уже подтверждает, что это не мое, что я уже немножко выросла из этого, и я не могу просто на месте стоять, потому что мне хочется себя реализовать, именно вот реализовать себя в каком-то деле, в таком полезном, почему же у меня такая потребность, вот именно в полезном деле, помочь человеку, да, вы знаете, что я делала такой контент, я рассказывала постоянно что-то полезное, там, свой опыт, успешные, там, опыты неуспешные, разные, и мне хотелось реально передать вот эту пользу людям, а в какой-то степени я поняла, что кто-то этим пользуется, а кто-то не пользуется, то есть и мне захотелось больше вот реализоваться, больше брать человека, вот, больше ему пользы давать, то есть время тратить больше вот, допустим, одному человеку и довести его до результата, допустим, да, например, это, я так открыла в себе вот эту профессию коуча, ну, вообще там целая история, как я ее открыла в себе, это не так просто, что такое, о, рекламу увидела, нет, это как такое осознанное мое решение, целую там, целую систему, чтобы мне, чтобы я могла понять, что это мое, это столько всего переделала, ну, в общем, я понимаю, что сейчас то, что меня сдерживает, да, мне страшно, все может быть, никто не застрахован от будущего, и то, что ты поставил себе цель, это не значит, что оно у тебя достигнется, несмотря ни на что, бывают разные случаи, конечно, нужно верить в это, что оно у тебя достигнется, в 90-ом процентах оно у тебя достигнется, а в 10-ом процентах у тебя есть риски различные, и, возможно, у меня может и не получиться, а может и получиться, то есть, это вот такое, ну, как, в принципе, если вы идете куда-то учиться, или устраиваются на работу, пробуете новые проекты, вы всегда знаете, что есть какие-то риски, что может у меня получиться, вот, ну, да чисто логически размышляюсь, я, конечно, на это не ориентируюсь, что у меня там не получится, и я верю, что у меня все получится, все круто, есть успешные примеры, и есть доказательства, что все будет норм, вот, и, к чему я говорила, в общем, да, для меня это больше такое, больше такой тоже челлендж, вот смогу я выбраться из этой зоны комфорта, и как дальше мое развитие попрет, не попрет, что будет дальше, для меня это челлендж, и в какой-то степени я понимаю, что, ну, нет, у меня, у меня висит в голове эти вопросы, стримы, и ютуб, но они меня уже не вдохновляют, я уже не вижу в них энергии, и это больше не восстанавливает меня, конечно, я понимаю, что за два месяца, ну, я как бы, я хотела раньше уже вам сказать, все, до свидания, я хотела раньше вам сказать, что все, это последнее видео, но я решила себе два месяца дать еще на размышления, но ответ я уже знаю, ну, пусть два месяца не будут, такие запасные варианты, и для вас тоже это будет, ну, для некоторых из вас это будет как такое время осознать, что осознать мое решение, понять, принять, прошу, понять меня и осознать это решение, потому что все-таки это решение меня сделает только лучше, и в какой-то степени мне сложнее и труднее, но я всегда, знаете, такой человек, что в какой-то степени не могу я сидеть на месте, и мне нужно куда-то двигаться, да, я могу посидеть там года два, три, четыре, но все равно когда-то я буду двигаться куда-то, мне нужно это движение, и вот это развитие мне нужно, я всегда такого была, я была даже в детском саду такой, когда, знаете, меня там перевели в какую-то группу, там была одна группа крутая, все дети там уже все круто выполняли, там такие, знаете, способные дети, что у них все отлично получается, а была группа чуть, ну, чуть похуже, ну, так нельзя говорить похуже, но, как бы, послабее, я не знаю, ну, вот так нас распределяли, я даже помню этот случай, и мне мама рассказывала, и я каким-то образом попала во вторую группу, я очень расстроилась, плакала, но мне вот мама рассказывала, что как так, маленький ребенок просто взялся и начал заниматься, мама со мной занималась, это было все в детском саду, я, конечно, не помню, как я там занималась и что я делала, но я начала заниматься, и меня перевели в первую группу в таких вот сильных, сильных ребят, это все, конечно, условно, потому что нельзя все-таки так, мне кажется, делить, но это уже на их совести, у нас такие были программы в детском саду, вот, меня дико это расстроило, и пришла в сильную группу, и таких случаев у меня было по жизни, в принципе, много, там, где я понимала, у меня в какой-то степени все хорошо-хорошо было, потом как-то все на спад, и вдруг, в какой-то момент я это осознала, что мне это не нравится, местоположение, и я топила вперед, вот, меня даже ставили в школе в пример, что я реально ну, добивалась сила его, и ну, как-то это только вышло, что мне это нравится, меня это вдохновляет, это не потому, что у меня сила воли какая-то, это мне просто нравится, мне нравится это все изучать, узнавать, себя опознавать, то есть, мне нравится себя совершенствовать, улучшать, ну, это все посредством книг делается, вот, ну, такой, такой, наверное, такой человек, не потому, что у меня сила воли, я такая, какая-то вообще прям вот такая вот, нет, то просто мне нравится, и у каждого, в принципе, есть такие занятия, сейчас расскажу, я сейчас пока работаю бесплатно, потому что я стажер, и встречался такой комментарий и не один, как ты будешь работать с психологом, ведь ты можешь навредить, там нужно высшее образование, ребят, психолог, это вообще другая тема, психолог и коучи-то разные вещи, и даже тренер и коучи-то разные вещи, то есть, психолог, действительно, может навредить, если он неправильно все делает, или там вообще не знает, у него нет информации, это действительно так, но я не психолог, коуч это помощник, это команда, вы берете человека в свою команду, и многие люди нуждаются в этом поддерживающем окружении, любой человек нуждается так часто, когда он берет, ставит какую-то цель достигать, что-то новое, да, он выходит из зоны комфорта, ставит какую-то новую цель, начинает что-то новое делать, к примеру, и окружение у него, оно остается такое, какое оно остается, со своим уровнем жизни и так далее, со своими убеждениями, и в какой-то степени он понимает, что ему не хватает вот этого окружения, и его задача найти это окружение, и это помогает вот различное обучение, то есть почему необходимо обучаться вот в этой тусовке, так скажем, с людьми, которые тоже, у них похожие убеждения, похожие мысли, там, не знаю, мышление, похожие и так далее, это все помогает, и если бы я добивалась одна всего, это было бы намного дольше, то есть я бы перечитала бы всю эту информацию, которую нам дают в обучении, не знаю, мне бы несколько лет понадобилось, чтобы сформировать свой готовый какой-то опыт, свою готовую схему, как работать с клиентом, вот так ты обучаешься, и тебе уже готовые что-то дают, какой-то готовый опыт, и ты по нему идешь, и дальше себя совершенствуешь, где-то добавляешь, что-то меняешь, то есть это плюс еще поддерживающее окружение, то есть ты начинаешь уже общаться с этими людьми, которые тоже хотят добиться, обучиться этому, и в целом нам необходима поддержка, внимание, просто вот, чтобы другой человек тебе сказал, да, да не бойся, ты все, у тебя получится, этого очень не хватает в мире, и кто-то написал, что эта профессия умирает, я не знаю, как вы имели в виду профессию, но если вы имели в виду коуча, то нет, это самая востребованная сейчас профессия, сейчас многие очень взрослые люди, которые уже имеют свой бизнес и так далее, они идут в коучинг, чтобы взять вот эти коучинговые инструменты и применить в своей компании, или со своими сотрудниками, или в своей семье, с детьми, это на все работает, не только в бизнесе, в жизни, ой, в жизни, и это убеждение, которое, ну, вы имеете право на свое убеждение, но, допустим, у меня такое убеждение, и я вижу доказательства, что действительно это востребованная профессия, это онлайн профессия, сейчас очень много людей, которые ставят себе огромные денежные цели, у них огромные возможности, и им нужна помощь, поддержка, нужно направление, есть различные техники, инструменты, это все помогает, так что я бы не сказала, что это уже какая-то мертвая профессия, наоборот, она в расцвете сил, это сейчас только-только начинает развиваться, вот только-только, вообще с 2000 года эта профессия и она идет и спортивной психологии там в какие-то года, еще раньше была востребована, потом это перешло в бизнес, а потом перешло в жизнь, и сейчас это любому человеку, даже очень много есть коучей, которым тоже нужен другой коуч, то есть они понимают ценность этого, и важно понимать эту ценность, многие просто не понимают, а психолог это совсем другое, допустим, сравним, что психолог работает со страхами фобии, травмирующей ситуации, все такое, коуч работает со страхом неудачи, со страхом осуждения, все, больше ни с какими страхами, неудача, это, да, это такое, такого слова нет, кто назовет эту неудачу, он будет прав, а кто скажет, что такого слова нет, он тоже будет прав, потому что любая неудача, нас привыкли так воспитывать, что неудача, это очень, это очень страшно, я сама в 15 году помню, так мыслила, но когда прочитала книжку Думаю богатей Наполеона Хилла, я поняла, что нет неудач, но все равно знаете, в голове все равно мелькало, что боюсь неудач, неудача это скорее опыт, ценный опыт, благодаря которому вы придете к еще большему результату, к тому занятию, которое вам больше нравится и так далее, и всегда решайтесь на новые, если мы такое сопутственное слово, такое есть слово, в общем вот кстати ручка которая меня подписчица подарила в общем было много приятных было много приятных моментов это очень круто все ну действительно такой период жизни имеет место быть в моей жизни прикольный период интересный и я его сейчас заканчиваю точнее вот через два месяца ну возможно выйдет последнее видео там 30 декабря допустим пожелаю пожелаю вам чего-то не скажу чего пока пожелаю вам счастья в следующем году и проект скроется смр повторюсь это мой челлендж это мой вызов для самой же себя это мне нужно потому что если я не остановлю это во-первых не дадут мне дальше развиваться я постоянно буду об этом думать возвращаться мне нужно смр-канал записать во-вторых это мне уже не особо мне это приносит какое-то вдохновение я не понимаю за что мне бороться то есть я не вижу себя что я буду там какой-то смр-щицей которая делает ролевые там всякие вот эти ну в общем поняли я уже объяснила надеюсь надеюсь у меня получилось вам это все объяснить рассказать конечно хейтеры там и прочие люди которые постоянно придираются от этого не знаю каждому слову они обрадуются что это все закрывается потому что каждый человек мне кажется из таких хейтеров хотел чтобы это закрылось так что для них это радостная новость но самое интересное что есть люди которые действительно вот меня благодарили постоянно писали но я никуда от вас не пропадаю я по-прежнему буду вам помогать поддерживать вас только уже в другом формате в общем ребята у меня закончилась память на телефоне я как раз хотел закончить я как раз хотел закончить и хочу сказать что я еще запишу для вас видео и тогда мы уже с вами попрощаемся а возможно стрим какой-нибудь проведу так что всем спокойной ночи сладких снов подписывайтесь на инстаграм на новый канал там самые такие мои мои которые самые преданные останутся переходите туда я буду там с вами все давайте спокойной ночи пока на новосте